Приветствую вас. Я хотел бы обратить ваше внимание на то, что у вас с мужем не получается отношения, у вас не получается с молодым человеком построить отношения, вот. И я полагаю, что здесь есть что-то общее. Это бросается в глаза практически сразу. То есть есть некий запрет, возможно, на эмоциональную и, возможно, физическую близость. Вот. Ну, соответственно, именно с этими моментами и нужно работать в первую очередь. Далее. Те вопросы, которые вы задаете, они касаются другого человека, не вас. И, соответственно, по этой причине мы не можем ответить на эти вопросы. Потому что вам, лично вам ответы на них ничего не дадут. А если вам нравится мужчина, и вы видите, что вы нравитесь ему тоже, но при этом он общается с вами застенчиво, что, соответственно, необходимо сделать первый шаг. Ну, самостоятельно сделать первый шаг. Если вы готовы делать первый шаг, да, то это страх. И страх его нужно обязательно корректировать. То есть его нужно снимать. Разбирать его необходимо. Вот. И только в этом случае можно будет говорить о том, что ваша позиция, ваше поведение изменится и станет другим. Вот. Понимаете? Скорее всего, молодой человек даже не догадывается о том, что делает вам больно. Скорее всего, мужчина даже не понимает, что причиняет вам боль своей позиции, своими действиями и так далее. То есть, скорее всего, он из-за того, что вы скромные, считает, что вы не нужны, точнее, что он вам не нужен, потому что он вам не интересен, ну, потому что вы скромные, вот. И иногда, иногда немножечко развязтости не повредит, особенно, если вы хотите сблизиться с человеком, который вам нравится, человеком, который вас привлекает и так далее. Ну, конечно, нужно сперва завершить, завершить отношения с вашим мужем, выяснить все подводные камни вашего брака, потому что, скорее всего, те проблемы, которые у вас были в браке, вы принесете и в новые отношения, если они у вас будут. И, соответственно, вряд ли это можно назвать чем-то хорошим, правильным и адекватным для вас. Вот. Исходя из этого, я думаю, что справедливо будет задать вам вопрос о том, по какой причине вы до сих пор не развелись со своим мужем, то есть, ну, почему вы этого не сделали, что вас останавливает, может быть, сомнения какие-то, может быть, подробности какие-то, может быть, что-либо еще, вот. А постарайтесь об этом подумать, постарайтесь об этом промыслить. Я думаю, я надеюсь, что вы обязательно найдете ответы на эти вопросы либо с вами, либо с психологом, и вы тогда сможете идти вперед. То есть, сейчас вас как бы муж движет, он движет вас назад, он удерживает вас. Смотрите, молодого человека, своего, вы воспринимали и воспринимаете в сравнении, то есть, что на вас заботится, вот. И вполне вероятно, что эта забота, она стала доминирующей характеристикой ваших отношений. Понимаете? Вот. Как известно, о том, о ком заботятся, ну, о том, о ком только заботятся, да, а, сейчас, ну, нельзя думать по-другому, по-другому. То есть, ну, вполне вероятно, что мужчина, он относится к вам очень бережно и слишком, слишком бережно, больше, чем нужно. Вот. Исходя из этого, я предложил бы вам размыслить над тем, «Какая у вас модель женского поведения?» Вот, вот, что это за модель? Какая она? Что, что она, она из себя представляет, эта модель женского поведения и как вы ее продвигаете? Вот. А буквально ли эта модель поведения вас раскрывает, как личность, как женщину и так далее? Вот. Я полагаю, что это ключевой момент. Далее. Вы пишете, что он потанциал с ней, потом закрытся в кабинете, но вы говорите, что между ними ничего не было. А, какая вам разница, было ли между ними что-либо или нет? Вы не встречаетесь. Вы, скорее всего, не дали мужчине понять о том, что он вам нравится. То есть, нет, вы-то считаете, что вы дали понять, но на самом деле, скорее всего, это не так. Скорее всего, вы ему понять не дали, что он нравится вам. Вот. И, соответственно, ну, проблем не могло не быть. Вот. Я думаю, что примерно так и можно вам ответить на ваш вопрос. Ну, что, смотрите. Так. Почему мужчина так поступает с вами? Да. Ответил. Почему мужчина делает больно мне? Вот. А здесь, на мой взгляд, очень тонкий момент. Да. А, то есть, вы говорите, что он, мужчина, делает вам больно. То есть, это он ответственен за то, что вы испытываете боль. Но, боль, это ваше чувство, и, соответственно, вы несете ответственность за него, за это чувство, за свое чувство. И, вот, собственно, на это я и рекомендую вам обратить самое пристальное внимание. Откуда боль у вас? Что она из себя представляет? Какие ее составные части? Ну, вот. Вот. И, собственно говоря, каковы причины этой самой боли? То есть, боль, это фрустрация. Боль, это невозможность реализовать то, что вы хотите. Вот. Соответственно, необходимо понять, что это то, что вы хотите. Вот. И взять ответственность за это на себя саму. То есть, не от других людей ждать, что они удовлетворят ваши потребности, а самостоятельно брать и их реализовывать. Вот. Только так можно будет вам поменяться в своей жизни что-либо. Но, естественно, что вы живете не первый день, не первый год по такому сценарию. И, соответственно, нужно определить, что это за сценарий, чтобы вы могли увидеть его и, соответственно, увидев, смогли бы его отслеживать, осознавать и корректировать. Вот. Ну, вот, в принципе, так, я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос. Ну, вот. Значит, на этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!